И начнём мы вот с чего. Стали известны самые богатые музыканты всех времён. Первое место занимает Мадонна, у которой 800 миллионов долларов. Королева по музыке сместилась в пьедестала Пола Маккартни, который, если верить источникам, имеет в запасе 660 миллионов баксов. Третье место занимает Доктор Дре, 650 миллионов. Ну а следом расположился другой представитель хип-хопа, а именно Пафф Дэдди, заработавший большую часть своих денег не за счёт музыки, а благодаря вложениям в разные компании. Бейонсе замыкает десятку, и у неё всего-то на всего 440 миллионов баксов, а её муж Джей Зи стал восьмым в этом рейтинге. Робби Виллинс признался, что он может вернуться в группу TXZ. Напомню, что британский исполнитель выступал с коллективом в рамках концертного тура в 2011 году. Однако запись новой пластинки TXZ прошла без него. Ну я не знаю, совпадение это или нет, но альбомы Бойсбенда и Робби Виллинса вышли в один день, а именно 1 декабря. Лана Дель Рей и Кортни Лав устроят совместный тур по городам США уже в следующем году. Состоится 8 совместных шоу обеих певиц в мае 2015 года. Позже Лана Дель Рей даст 9 сольных концертов по городам США и Канады. Кстати, Лана Дель Рей неоднократно признавалась, что Кортни Лав является для неё вдохновением, и они частенько общаются. Ну а Льюис Хэмилтон, чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, заявил, что планирует попробовать себя на музыкальном поприще. В интервью автогонщик признался, что с 2013 года работает над собственным альбомом и проводит в студии едва ли не столько же времени, сколько за рулём болида. По словам Хэмилтона, главными источниками вдохновения для него являлись и являются Майкл Джексон, Принц, Джей-Зи и, конечно, дама его сердца, известная певица Николь Шерзингер. Сама же Николь полностью поддерживает начинание своего бойфренда и во всём ему помогает.